И всем привет, друзья! Вы на канале SkyTopGames, с вами Иван, и мы продолжаем путешествовать по бесконечному космосу вселенной мира Space Engine, друзья. Да, давно не было видео, ровно полтора месяцев, так как наш канал был взломан. Но теперь, с сегодняшнего дня, друзья, мы восстановились и продолжаем снимать серии по Space Engine. И сегодня, друзья, у меня такая необычная серия. Мы будем сегодня экспериментировать, а именно мы с вами, друзья, посмотрим, что вообще как будет выглядеть вся наша Солнечная система спустя 7 миллиардов лет. Ведь, как говорят ученые, через 7 миллиардов лет наше Солнце либо станет большим красным гигантом, либо просто будет карликом. Но сегодня мы поэкспериментируем и превратим его в гигант. Попробуем даже в красный гигант превратить и посмотрим, как все это будет выглядеть, друзья. Так, короче говоря, я уже... Так, наша земля. Наша земля. Это у меня, ребята, я сейчас пробую не со стимовской версии, это пиратская версия, потому что со стимовской версии почему-то какие-то возникают ошибки, баги. Но здесь можно поредактировать, поиздеваться над системой. Да-да, не только в Universe Sandbox. Так, давайте посмотрим наше Солнце. Возьмем и попробуем сейчас. Мы его увеличим, наверное, в радиусе, а потом можно будет добавить температуру, я не знаю. Давайте увеличим немного в радиусе. Так, где-то примерно, наверное, чтобы у нас оно вышло за орбиту, наверное, Меркурия, либо Венера. Сейчас, подожди-ка. Вот так. Радиус. Подожди, что у нас по радиусу? Радиус. Диаметр 43 солнечных. Круто, классно. Так, ну, теперь нам осталось найти лишь Венеру. Я надеюсь, Солнце не поглотило Венеру. Вообще, как говорят ученые, что Солнце может увеличиться до таких размеров, что оно поглотит Венеру. Так, вот это, наверное, Луна. Да, это Луна. Я так понимаю, все, Венере конец, Венера где-то в Солнце у нас. Так. Ну и где она? Я ее не вижу. Да, наверное, скорее всего... Так, подожди-ка. Меркурий? Нет. Ну, там, Меркурий еще у нас жив. Ну, давайте увеличим тогда еще Солнце. Давайте увеличим в размерах, чтобы полностью у нас... Вот так. Отлично. Меркурия, видишь, у нас уже, я так понимаю, не существует. Так, а где наша Земля? Наша Земля. Так, друзья, я нашел нашу Землю. И, кстати, посмотри, какое огромное Солнце. Просто неимоверное. Так, ну, я думаю, что на Земле вообще сейчас очень жарко. И крем от загара даже не поможет, не спасет. Вообще, по идее, жалко, вот нету такой симуляции здесь, что... Ну, вот как в Universe Inbox, знаешь, чтобы можно было видеть испарения какие-то. Но это уже был бы, конечно, не Space Engine. Да, согласись со мной, это уже было бы не так интересно. Но такую вот симуляцию можно здесь сделать. Так, ну что ж, давай попробуем опуститься на Землю и посмотреть на наше Солнце. Я думаю, оно просто огромных размеров должно выглядеть Земли. Кстати, да, подходящее место для посадки Африка. Вообще классно. Так, ну и... Ух ты, ты посмотри. Солнце просто огроменных размеров. Так, а если нам прибавить немного температуры, но температура... Ага, красный... Ага, так, подожди-ка. Давайте красным гигантом его сделаем. Немного убавим температуру. Вот так вот будет классно, отлично. Вот так уже что-то более-менее похоже. Примерно как будет выглядеть Солнце через 7,5 миллиардов лет. Это Луна? Что это? Нет, посмотри, это отражение, по-моему, на Солнце нашей Земли. Подожди, это тень Земли, слушай. Да, это тень Земли. Давай немножко промотаем время, я думаю, и посмотрим на закат. Давайте мы вот это закроем. Я думаю, это нам больше не нужно. Смотри, как ровно ложится тень на Солнце. Обалдеть. Ну, конечно, если это все наблюдать, через 7,5 миллиардов лет, блин, здесь сплошная пустошь, сушь и ничего. Здесь даже не будет атмосферы. Давай еще немножко увеличим время. Ну, я думал, что закат будет куда лучше. Стой, подожди, почему сквозь наше Солнце, подожди, стой, стой, почему сквозь наше Солнце проглядываются все звезды? Мне кажется, я что-то сделал не то. Так, ну, подождем. Температура, это что-то с температурой, да? Давай немножко тогда прибавим температура. Вот, ну, наверное, примерно вот так. И вот тогда бы закат, конечно, вот здесь смотрелся намного лучше. Огромный красный гигант уходит за горизонт. Так, ну, давайте посмотрим, наверное, на восход, и можно потом понаблюдать с других планет. Например, со стороны Юпитера. С Марса. Как будет выглядеть Солнце? Оно, конечно же, намного там больше будет смотреться. Ну, где восход-то, где наше Солнце, блин? А, вот оно, я пропустил. Ох, жарковато, я тебе скажу, очень жарковато. Так, ладно, давайте улетим отсюда. И перелетим, давайте, на Марс. Так. Давайте забьем Марс. И перелетаем. Вот она, красная планета. Да, конечно же, отсюда Солнце тоже намного больше стало смотреться. Посмотри, мы на поверхности Марса, я так понимаю, да? Господи, пиратская версия, как я ее не люблю. Но она иногда выручает. Посмотри, здесь оно просто тоже огромное. Конечно, на Марсе температура должна тоже возрасти где-то, ну, наверное, градусов до 500-600, я уверен, не меньше. На Юпитере, Сатурне, они вообще, я думаю, если Солнце будет таких размеров, красным гигантом, да, то мне кажется, что Юпитер просто должен зажечься. Водород, все его газы должны зажечься. И он будет таким, знаете, маленьким солнышком, да. Так, подожди-ка, давай перелетим тогда к Юпитеру и посмотрим оттуда. Ну, я тебе скажу, смотрится эффектно со стороны Юпитера. Солнце просто огромных размеров, да. Слушайте, а давайте попробуем еще немножко увеличить его в размерах. Так, подожди. Давайте на максимум можно даже радиус, да, сколько там будет радиус? 128 солнечных. Это у нас... О-о-оу, подожди. Это еще не... даже не до самого конца. Обалдеть. 700... диаметр 744 солнечных. Просто огромных размеров солнца. Оно дошло практически до орбиты Юпитера, я тебе скажу. Знаешь, что? Прикольно посмотреть на это все вообще издалека. Наверное, в самой ближайшей звездной системе от нас это Альфа Центавра. И посмотреть, я думаю, наша звезда должна быть намного ярче всех. Так, Альфа Центавра. Подожди. Так, друзья, я перелетел к ближайшей соседке нашей звезды, Альфа Центавра. И давайте посмотрим на наше солнце. Так, давайте найдем наше солнце. Солнце. Окей. Ну и где оно? Почему у меня его не показывает? Так, ну давай методом тыка. Так, ну, друзья мои. Я скажу так, что наше солнце, в принципе, стало очень ярким объектом. И с Альфа Центавра наше солнце. Вот оно. Вот это Альфа Центавра. И вот наше солнце. Оно смотрится очень огромным. Кстати говоря, очень яркой звездой, я бы сказал. Вот такие дела, друзья. Ну что ж, думаю, вот такая коротенькая интересная серия. В следующей серии мы с вами обязательно еще что-нибудь поэкспериментируем. Всем, кому понравилось, друзья, обязательно ставьте палец вверх. Подписывайтесь на канал. Подписывайтесь на наш резервный канал SkyTopGamesLive. Жмите колокольчик. Все ссылочки в описании. Ну что ж, всем пока. До новых встреч, друзья. Наше путешествие во вселенной только начинается. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok